А сейчас очень грустное вручение премии одному очень веселому и очень светлому человеку. Я приглашаю к микрофону члена жюри, директора Петербург-концерта Евгения Колчина. Дорогие друзья, Царскосельская художественная премия 2011 года присуждена Владимиру Склярскому посмертно за воссоздание уникального памятника культуры Серебряного века «Подвал бродячей собаки». Я хочу сказать несколько слов. Здесь рядом стоит возрожденный, потрясающим великими реставраторами Екатеринский дворец. Владимир Склярский сумел возродить петербургскую легенду. Это уникальное место, это какая-то удивительная линза, которая сосредоточила в свое время весь цвет Серебряного века в центре города на площади искусств Михайловской площади, дом 5. На ум приходит только одно. Под смех своих современников Генрих Шлиман взял рукопись Илиада и вот так буквально шел-шел и нашел трою. Владимир Склярский взял томик Ахматовой, Кузьмина, Гумилева и также буквально, очень точно, очень четко, очень энергично смог сделать то, что казалось совершенно невозможно. Представьте себе самый конец 80-х, 90-е годы, когда все окружающие, бравые коллеги-комсомольцы рвали на куски социалистическую собственность, открывали валютные счета, торговали этими загадочными европоддонами и так далее, и так далее. Очень крепкий, очень сильный, уже состоявшийся человек, пошел абсолютно против своего времени, собирал вокруг себя кучки энтузиастов, которые постепенно отпадали, потому что нужно было масса-масса черной тяжелой работы. Шел, шел, держал зубами, вот знаете, как у Льва Николаевича Гумилева есть выражение, человек длинной воли. Вот Владимир Склярский был человеком длинной воли, который совершил, по сути дела, два подвига. Десять лет ушло на то, чтобы собака возродилась, и еще больше десяти лет, чтобы собака зажила и стала полноценным, а прежним уникальным явлением петербургской культуры. Я хочу еще раз напомнить, что первый хунт-директор «Бродячей собаки», вошедший в историю Борис Пронин, был директором собаки три года. Владимир Склярский отдал ей 22 года своей жизни, и не случайно в это удивительное время рвался место, рвался Ростропович со своей велончелью, выступал Андрей Павлович Петров, Юрий Тимирканов. Там можно посмотреть самые блистательные артисты, безруков, собирающие пятитысячные стадионы. Я хочу здесь выступить, я хочу здесь выступить. Это место какое-то особое в нашем городе, которого просто нет ни в России, и, пожалуй, нет в мире. И поэтому это, может быть, горькое сегодня, потому что этот бравый, красивый, веселый человек совершенно до времени ушел. Он ушел в день 99-летия «Бродячей собаки», который в этом году будет отмечать 100 лет. И я поэтому хочу вручить эту премию его жене и боевой подруге Женечке Арестовой, которая все эти годы выдерживала все это увлечение мужа, которое стало смыслом его жизни, и которое сейчас в значительной степени продолжает его дело и уже держит, держит, держит собаку, и собака по-прежнему живой и очень интересный петербургский творческий организм. И многие присущие в этом зале там бывали, выступали, пользовались успехом и очищали это, как сейчас принято говорить, биополе. Это удивительное намольное наше место. Спасибо вам. Спасибо, Евгений Евгеньевич, за очень точные, добрые слова о Володе. Все так, все правильно. Володе действительно больше 20 лет своей жизни посвятил собаке тому, чтобы она вернулась в Санкт-Петербург. И это не будет преувеличением сказать, что бродячая собака, ну, на самом деле, была делом всей его жизни. О Серебряном веке, о бродячей собаке, о литературных персоналиях, связанных с ней, он мог говорить бесконечно. Это был всегда очень интересный и эмоциональный разговор. Порой, может быть, на мой взгляд, мне казалось, что излишне эмоциональный. И когда я говорила это, он отвечал, как ты не понимаешь, я не могу говорить о собаке, обо всем, что связано с ней, тоном и с глазами вареного судака. И это, в этом он был тоже он. И, конечно, самая его основная, главная гордость и счастье состояла в том, что он всё-таки смог. Он сумел. Он сделал так, чтобы на исторической карте Санкт-Петербурга вновь появилось место, связанное с удивительным периодом русской культуры, Серебряным веком. И от себя я хочу сказать, что я очень тронута, признательна, благодарна за то, что Володина в определённой мере подвижническая жизнь оценена и отмечена сегодня в том числе и такой уважаемой премией, как художественная цирско-сельская премия. Большое спасибо жюри и особая благодарность Николаю Якимчукову. Спасибо. Глядя на нашего следующего лауреата, вы можете спросить, а этот-то какое отношение имеет к Пушкину лицею? Клоун. Да хотя бы то, что родился он, наш следующий лауреат, в аккурат в год празднования 150-летия Пушкинского лицея. И в этом году мы отметили замечательный юбилей, 50-летие нашего следующего лауреата. Да вообще в нашем городе все имеют отношение к Пушкину. Не даст мне соврать наш лауреат. И клоуны, и гаишники. Не могу вам не рассказать в присутствии такого количества московских наших гостей. Документальную историю, которая произошла буквально несколько лет назад. Я ехал в город по шоссе, сын сидел за рулём, я с внуком сидел на заднем сидении, остановил нас гаишник, вывел сына из-за руля, посмотрел в машину, видимо меня узнал, сказал что-то «Подожди, мальчик». Влез в машину, вот так приблизился ко мне в упор и сказал «Мороз и солнце, где чудесный, что ты дремлешь, где друг прелестный, кто написал?» Я говорю, «Пушкин». Он говорит, «Вот». А большинство бомонда говорит, «Некрасов, проезжайте». Ну и отпустил нас. Вот какие гаишники работают на дорогах нашего города. Ну а я с удовольствием вручаю Царскосельскую художественную премию 2011 года за неустанный художественный поиск и вклад в мировую, подчеркиваю, в мировую клоунаду Леониду Лейкину. Раз, раз, прием. Поддержишь? Меня вообще нельзя подпускать к микрофону. Я поэтому стою рядом. Я, собственно, поэтому и вручал тебе премию, чтобы оказаться рядом. И контролировать твои ответные слова. Спасибо. А у меня уже есть, значит, Митя Шагин мне подарил. У тебя небольшая... Да. И так получилось, что... Да, что случайно получилось, что у меня красные штаны на этой картинке. Я знал, я знал, я не случайно. Все специально. Давай. Мне действительно тоже... Я очень тронут. И мне приятно быть здесь. Да, действительно. Я действительно чувствую себя, как на сцене, что мои мысли разбегаются. И хочется много чего сказать. Вот. Начну с чего. Моя бабушка гордилась бы мной. Это точно. Тем более, что звали ее... Девичья у нее фамилия была Пушкина. А звали ее Татьяна Ивановна. Вот. Мне очень приятно, что фамилия Лейкин уже звучала здесь сегодня. Я тоже горжусь, что вот здесь есть Вячеслав Лейкин тоже. И вот так получилось, что еще раз Лейкин вышел. И вообще мне нравится, когда фамилия оканчивается на ин. Потому что, если так вот подумать, что Пушкин, Лейкин, Бунин, Путин... И можно долго продолжать говорить. Вот. Опять же, я Владимирович. До меня здесь был... А, Шагин, да, тоже. Конечно. Митя. Да. Вот. И это приятно. И Владимирович я, и передо мной был Владимирович. И ты, Владимирович. Вот какая-то такая... Я тоже, Владимирович. Можешь загадывать желание. Хорошо. Я сейчас загадаю. Мне приятно, действительно, что такие люди получают великолепную премию. Которая дороже, чем, наверное, золото. Она позолоченная, но она несет в себе более высокие какие-то вещи. И сердце мое бьется в такт в этом городе замечательном, Санкт-Петербурге. Я его люблю и буду любить. И буду любить и Пушкина, и Буня, и себя. Так что спасибо вам огромное. И хочу еще сказать, что, действительно, наши дураки, российские дураки, они ценны во всем мире. И в хорошем смысле этого слова наши дураки победят все зло. Спасибо вам огромное. Спасибо. Зря вот он это сказал сейчас. Есть просто старинная народная мудрость, что когда-нибудь Россия победит две свои главные беды, и в ней не останется ни дураков, ни дорог. А вас приветствует лауреат международных конкурсов, музыкальная группа «Новый век». Санкт-Петербурге. И не спится, не лежится, и сон меня не берет. Я сходил бы к Сашей гости, да не знаю, где живет. Я сходил бы к Сашей гости, да не знаю, где живет. Попросил бы я, товарища, в бой, товарища, ведет. Попросил бы я, товарища, в бой, товарищ, в бой, товарищ, в бой, товарищ, в бой, товарищ, в рай, в бою Сашу отобьет. Светит месяц, светит ясный, светит белая заря, Отсветила путь дорожку дождя Сашей на дворах. Покажу я, Саши, в вашем доме, А в Усаши некогда. Послушал я, папа, окошко, Шкобария, Саша, крепко спит. Стыло, 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 Саша, спать. А дебе мой, стыень, Я не могу употребить, Не пора тебе жениться, за годную жену взять, за годную жену взять, за год правду соблюдай. Светит песец, светит ясно, светит белая зая, светила на рожку гор на саши на дворях. Светит песец, светит песец, светит и светит.